Здравствуйте, друзья! Очередная съемка в моем саду. Это участок за номером 2, есть еще участок за номером 1 и за номером 3. Значит, этот самый маленький. Вот наступил момент, когда некого некуда было садить. Пришлось садить густо, 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 густо. Так густо, что пришло время брать топор. Вот такая грустная вещь. И выбирать приходится между лучшими сортами России и всего мира. Вот. Мне, казалось бы, с чего начать вырубать. Все католинские абрикосы. Вот. Они достигли, вот если бы удалось показать всю их мощь, посадки 15-го года косточками. Вот если самые высокие брать. Ну, это... Когда-то мерил цельскими фигурами, было 3. Ну, сейчас уже 4 цельские фигуры. Вот уже и больше. Так. 80 метров. 15-й год. Вот. Сейчас... Вот уже что-то упало. Сейчас, секунду. Они мелкие. Не все. Самый первый. Вот этот созревает. Вот этот самый дикий. Вот. Видите? Вот. Вот. Те будут крупнее в два раза, но этот вот так. Скоро падает. То есть, вот. Чему я говорю? Казалось бы, надо начать вырубку с них. Ну, косточки мне прислал Бруцкий Игорь Васильевич. Царство его небесное. И... Никогда рука не поднимется. Предстоит им длинная жизнь. 15-й год, сейчас 23-й. Восемь, девятый, кажется. Огромный урожай. Этот год вне абрикосы почти все отдыхают. Там по верхушкам есть плоды, но мало. Вот. А потом снова бесконечные бедра, бедра, бедра. Ну, раз я их не могу... Это... Рука не поднимется, убрать. Давайте посмотрим, что такое баточный сад. Вот. Ну, во-первых, все в перемешку. Видите? Сейчас мы с вами задержим самую середину. Самую-самую. Здесь мы редко с вами ходили. Один или два раза. Вот все такое маточное дерево. Специальная обрезка, глядите. Причем, она настолько опасна. Видите, что получается? Да, дерево живо. Но смотрите, сколько умирает. Вот. Это не шутки. И так каждый раз. Хочешь сделать дерево маточным, калечишь его. Вот я калечил дерево, которое называется венгерка. Одна из венгерок. Там надо смотреть на ту бирку. Я сейчас не буду. Вот. Так. Вот эта не пошла. А вот пошла, пошла, пошла. Это пошла жизненький урожай. Это ее первый урожай. Но главное ее предназначение это вот эти ветки. Им цены нет. Это ветки, которые будут отрезаны на прививку. Вот. Так же, как вот эти ветки на груши. Смотрим дальше. Вот. Вот это вот геопатогенная зона. Я бы ни за что учитывал. Видите, как у меня все густо. Невозможно густо. Я просто вынужден консультировать факт. Я здесь ходил с рамками. Это мертвая зона. Прыр. Слава какие. Мертвая. Действительно, она мертвая. Вот. Я каждый раз, когда вот такой случай представляется, любуйтесь, все, что выросло. Они были все вот эти деревья, посаженные практически, ну, может, это на год моложе. Вот все, что выросло. Здесь погибло, здесь погибло. Я хотел с рамками. Кто-то из вас видел. И так констатирую факт. Железный факт обращался к Путину. Вот. Естественно, там у него в окружении в его нет специалистов. Потому что на свете не существует геопатогенных зон. Считается это все ерунда. Вот. И причины смертей в домах раковых болезнях. Страшных этих ховали на дорогах. Не исследуется. Я обвиняю в этом науку. Я использую каждую такую возможность. И до самой смерти я буду говорить. Проснитесь, опомнитесь. Исследуйте, установите закономерности. Вот. Исследуйте квартиры, переставляйте это, сделайте эту профессию биолокацию. Не у нас вот этих городских сумасшедших, а чтобы это было всерьез и надолго. Чтобы в зоте была такая в этом, как он называется, в реестре была такая профессия биолокатовщик. Уважаемая, почетная. Чтобы все квартиры доедино из миллиона были пересмотрены, проверены, прощупаны, измерены, переставлена мебель, все, что угодно. Даже из домов выселять людей в каких-то случаях. На дорогах сотни тысяч этих самых. уже не предупреждаешь плакатов, вот, а именно плакатов ограничится скорость. А на плакате должно быть нарисовано череп с костями. Они же ГЭПЗ, геопатогенная зона. Вот это должно быть. Это будущее науки. Той самой, которая буквально уснула. Одно дело не знать, другое дело знать и ничего не делать. А хотите узнать? А про дороги смерти слышали, господа ученые? Господа чиновники, которые курируют этих ученых? Не слышали про дороги смерти? Езжайте увидите, где больше двух-трех памятников подряд стоит. А то получили уже оказывается команду. Надо памятники все убирать, чтобы люди не знали, хотя бы поневоле не нажимали, не прижимали слегка тормоз, проезжая мимо памятников. Где-то их 10-15. Думать же надо уже. Сколько можно? Так. Это у меня... А здесь всего три дерева погибло. Всего лишь. Вот. Густо у меня, сильно густо. Вот эта груша обречена, я не успел ее пересадить весной, когда она была поменьше. конечно ее забьет вот этот абрикос, на нем привита та же венгерка. они, второй год уже урожая, ну пусть их пока плохо видно. Вон, вот, вот, вот они плоды, вот они плоды, вот они плоды, вот плохо видно, но когда увидим, я жду чудо, я жду чудо, я люблю чудеса. Вот, это получилось так, ну о чем мне не поговорить, получилось так, и мой друг Чернобаев взял мне веточки и это, и хотя он должен был привить эти же сливы венгерки на венгерки, на сливы, а он взял привел на абрикос, да еще на какой, на бай, и получил красивейшие розовые вкусные плоды. Скажете, не может быть, я ему душу с него выдал, нет твоей черенки, а у меня только, у меня нет розовых. Тогда я взял на десятки дерева, на нескольких уже плодоносят, вот это вот я и сделал. Первый год заплодоносила, было на ту штук там восемь этих плодов, и они еще более синие, но уже с розовыми крапинками. Я еще несколько лет буду ждать чудо, друзья, пока порозовеют. И вот когда они порозовеют, если порозовеют, я попрошу, если буду жить, вот, гадалка доказала мне еще пять лет, так что я спокоен, но могу все равно не успеть. Тогда я попрошу Сергея Железова или Савинича и Елену, мои два лучших ученика, взять уже розовые плоды, посадить, и мне надо, чтобы по Менделю хотя бы каждое четвертое, но если законы Менделя не собираются, ну хотя бы каждое десятое порозовело. Вы знаете, как обидно, когда я рассказываю про случай за случаем про вегетативную геразиацию, помните последний случай? Вот. Как это, да, да, ой, нет, ну короче, полурозовая, полукрасная, нет, полужелтая, полукрасная черешня, привитая на бордовую вишню. Ну это мы уже проходили. Теперь про густоту. А нет, ну как же не посмотреть. Вот это вот вишня, а есть на моей территории, вон там, и вон там вдоль дороги, тоже огромный урожай, а это самая запущенная в мире вишня. Вот она. Я ее назвал Сибирская штамбовая, спрашивал ученых, ничего они не знают, не культивируют. Вот, когда однажды крайнее дерево вдруг плоды увеличились внезапно в два-три раза, только на один год. Я понял, что у нее есть гены культурные, то есть это никакие дикари. Да и как дикари мощные штамбовые вишни, ну как, вон они, полюбуйтесь. Как они могут быть дикарями? Просто жизнь Сибири заставила их проявить такие качества, ущерб. сейчас развернусь. Вот. Сейчас развернусь. Видите, какая у меня почва? Вот. Ну, правда, пришло время косить. И вот это все богатство пропадет. В Европе о ней не то, что не знают, им просто все по барабану. Развели руками, на международной конференции сам слышал. Вот. Все валят на манелиоз, все валят на это, на грибы, на что угодно, я считаю, что они уничтожают вишни. Ерунда. Если взять вот этот вишневый сад, которому не подходил ни разу никто с секаторами, с пилой, и не улучшал эти деревья, вот. И возьмите вы там в самом, это мой любимый пример, в самом запущенном саду, где манелиоз на камикозе это самое. на камикозе распорозе сидит и этим самым камикозом погоняет. Все, набрать все гнилые ветки, собрать всю, вычистить всю почву в виде этих, пройти густыми грамлями, набить мешки, вот. Все это привезти сюда, рассыпать прямо с этого, с вертолета сверху, вот. Все это в миллион раз больше, чем надо. И на этот сад, на этот вишневый заброшенный сад, там еще, еще, еще есть. Еще, вон какие вот. Только пройти трудновато. Вот. И все это высыпать сюда, причем из расчета в миллион раз больше, чем надо бы, чтобы заразить. Не заразите, мой совет железного, не колеси деревья. Вот видите, я все успел сказать. Самые важные моменты, гепатогенные зоны, вот, деревья не искалеченные, не болеют, и потом все до единого, это должно быть особая, это самое, научная экспедиция, разобраться, прийти, классифицировать, собрать, эти самые, все до единого, косточки, все, и в Европу, и по-новому заложить в вишневые сады, потому что это свежая кровь. Есть вторая причина, которая деградирует вишневые сады, в частности, это близкородственные связи, потому что основное раздражение идет через корни, и они давно стали миллионы родственников, которые имеют близкородственные связи, вот, этот инцест приводит к болезням, болезням между родственниками. Извините, знаю, что говорю, вот здесь вот под деревьями миллионы уже косточек, потому что их никто не собирает, вот, ну, разрешаю, приходят, ну, все равно большую часть собрать не могут, хотя многие собирают на время, вот, здесь тысячи косточек, я каждый год у меня есть фотографии, все они расщелканы, все они уничтожены, и ни разу здесь, вот в этом саду, тут такие заросли дикие, ни одного сеянца, и не только в этом саду, во всех садах, где я был, только корневые отводки, а это родственные связи. Он и говорил, мать, честная, вот это вот одна из груш зимних, а почему вот так вот выглядит, смотрите, вот вы скажете, да какая же это вот она действительно культурная груша, да, а вот это что? А, это, оказывается, идет от нижней части штаба, нижней прививки, да, та самая знаменитая, которую я сделал знаменитой, это уссурийская груша. Почему я не выпилил полностью? Вот пока она занимает площадь какую-то десятую, двадцатую часть, эти листья так же, как и вот эти листья культурные, обеспечивают дерево правильно, фотосинтезом и глюкозой. Сильно повлиять не могут, на вкус не влияют, вот, а морозостойка что? придаёт. То есть, вот, когда подвойные ветки занимают площадь пять процентов, десять, пятнадцать, я их даже не трогаю. Вот. Хотя я их должен был уничтожить. Когда, кстати, их уничтожает, их полностью вырезает, и вот эти раны начинают гнить, болеть дерево начинает, об этом никто не знает. Если уже отрезаете такие ветки, то оставляйте хотя бы по ней. так, я надеюсь, ничего еще не сказал. И вот следующая проблема заключается в том, что садил я густо, оно не казалось густо, когда я осваивал тут сейчас. ну а что поделать, когда места нет в стране места нет для лучшего селекционного сада в Сибири, а возможно и всей России. хожу босиком по это хожу по крапиве почему так запущено, так коса сломалась, сказали новое 30 тысяч стоит, вот сейчас скорее всего ручную сделаю, буду косить ручной, вот залез, можете смеяться, надо мной один покос пропустен, здравато, а я сейчас еще по тему материного сада, вот это вот казалось бы что тут такое, тут густо, густо растут 5 молодых груш, 1, 2, 3, 4, 5, конечно эти ветки будут все срезаны, это космическая как ее называет мой друг Чернобая сладчайшая, вот, к сожалению моему густо и видимо скоро придет, а тут через метр, через метр полтора и уже скоро придет собрать руки топор или пилу, но еще год-два они почище не мешают друг другу и дают прекрасный просто, то есть маточный сад это не значит что он должен служить 30 или 40 лет нет вот видите это я обхожу вот этот кусочек с космическими игрушками вот с другой стороны зашел полюбовались к чему я это говорю вот тут между ними вообще даже меньше метра вот это крупнее вот это успею пересадить но пока речь идет о том что если бы одна росла допустим через 3-5 метров а где же место на пасу все вот в Сибири все отдано это все было брошено и отдано под сосны а под шикарные груши места нет да горькую правду рассказывать как мы пытались добывать покупай 11 соток миллион сто сейчас разбежались причем голая 11 соток вот сейчас и конкурс сейчас и так и написали только конкурс никто не проводит вот или как он там называется продано кто больше удар молотком подлость какая заросло соснами березами вот эта густота я о ней хотел на этом закончить разговор он опять получился грустный я ничего не могу поделать вот испытание новых сортов ведет видите смотрите ох вот это да это что такое не заметил вот теперь раз вот они смотрите а кстати обратите внимание абрикос вам не меряется а что это за мощная ветка вот она или погнала как это и свингерка так а был небольшой сбой продолжаю только только сейчас обнаружил что я вот эти два прививки не в свое время дал им простор отрезок веточки чтобы не мешали абрикосы и вот на мощном мощном абрикосе пошла ветка у нее где-то метр двадцать нет уже полтора прекрасная мощная ветка одной из венгерок какой потом разберемся и к чему это говорю потому что именно венгерки прекрасно совместимы с культурными абрикосами еще раз прививка я сейчас случайно заметил вот она прививка это я сниму уже пора июль месяц но не прямо сейчас у меня руки заняты вот а потом когда закончу съемку еще раз никогда если нет стопроцентной совместимости вы не увидите вот такого мощного великолепного прививки вот такой росточек полтора метра листья какие видели все это я случайно увидел а то я уже снимал и считал что все снято ладно бывает итак маточный сад выглядит так густо метр метр двадцать между пятью грушами и потом судьба некоторых язык будет решена самая мощная останутся помельче вот это будет пересажено это значит что тут получается поверха свободное место когда вот это будет отсажено выбрасывать резать такую жалко пилить и тогда она эти остальные раз два три два три еще которая поменьше тоже можно отсадить на расстоянии между ними велись на двух метров еще несколько лет тем более что я буду делать отрезаю вот эти боковые то что вверх лезет вот они снова станут компактными относительно ну и еще раз столько раз говорил я дурею от этого всего что происходит они устремляются вверх это именно груши груши это их желание это их право это их генетическая особенность они из тех краев из тех где сухо много солнца вот и они боятся воды и вот эти вот кроны спасают штамп от переуложнения во время дождей вот ну а драков хватает что они делают вы уже знаете они делают вот так спасают от чего вот и чтобы вы знали это мой любимый пример вот так вот почему так вы можете обратить внимание что вот сейчас частично солнце на них падает да видите вот это яркое светлое лекарство светлыми это есть солнечные лучи когда меняет ей кому-то она не нравится когда меняет ей кто-то говорит угол не тот делаем вот так все солнце уже меньше будет когда она вот так вот растет ее вот так вот нагибают смотрите будьте внимательны площадь освещенная верхней части листьев где теперь так хотел сказать в заднице вы уже догадались дальше говорить или нет нельзя наклонять особенно грушу не положено ей все фотосинтез прекращается на половину на четверть на две трети на 90% вы видели что делается когда вот эту ветку вертикально наклоняет это надо было родиться в 50-м году вот еще через 50 лет начать кричать караул вы что с ума посходили о еще одну не развязал ну жили видели а теперь смотрите мое любимое занятие это опять венгерка на абрикосе согласны что прекрасная приживаемость нет и тоже забыл развязать я не я д ... д д д Продолжение следует...